Привет, я Андрей Сазыкин, это практики по курсу SQL. И сегодня мы продолжаем решать задачу SlidCode и рассматриваем задачу «Самая высокая зарплата в отделе» – Department Highest Salary. Ссылка на задачу есть в описании видео. Это задача уровня Medium, средней сложности, и здесь мы будем рассматривать, как соединять несколько таблиц, в том числе одна из таблиц создана с помощью функций группировки. Давайте прочитаем задание. У нас есть две таблицы. Таблица сотрудников – Employee, содержит столбцы идентификатор, имя, зарплата и идентификатор отдела, в котором работает сотрудник. И последний столбец – это ссылка на вторую таблицу – Department, в которой всего лишь два столбца – ID и Name, идентификатор и название отдела. В чем же заключается наша задача? Нужно написать SQL-запрос для того, чтобы найти сотрудников, которые получают самую высокую зарплату в каждом из отделов. Причем выводить данные можно в любом порядке. И вот здесь мы можем посмотреть, как выглядит пример данных и пример вывода, который мы должны получить нашим SQL-запросом. Две таблицы. Первая таблица – Employee, список сотрудников, для каждого указана зарплата и номер отдела, где этот сотрудник работает. И таблица с отделами, их всего два – IT и Sales. Давайте сами попробуем в данных вручную найти, какие сотрудников получают самую большую зарплату. В IT максимальная зарплата – 90 тысяч, и сотрудников, которые получают такую зарплату – целых два человека. Это Jim и Max. А в отделе Sales – идентификатор отдела 2, максимальная зарплата – 80, и ее получает сотрудник Генри. В каком виде нам нужно вывести данные? Это должна быть табличка, в которой три столбца. Название отдела, имя сотрудника и зарплата сотрудника. Задача непростая, поэтому давайте в своей базе данных создадим такие таблички. Я создал скрипт, который создает демонстрационные таблицы и заполняет их данными. Ссылка на этот скрипт есть в описании видео. А также вы можете скачать скрипт прямо из задания, щелкнув по ссылке SQL-схема. Вот скрипт, который можно использовать для создания демонстрационных таблиц. Давайте перейдем в Postgres. Я буду использовать скрипт, который написал сам. И в Postgres для запуска скрипта используется команда «slash-i» – «import». Указываем путь к скрипту. Запускаем. Две таблицы созданы. Давайте посмотрим, что в них находится. Извлечем все из данных «employee». Вот табличка сотрудников. Пять человек, как и должно быть. И давайте извлечем все данные из таблицы «department». Да, два отдела. Все данные созданы правильно. Первый этап, который можно реализовать достаточно просто, это найти максимальную зарплату в каждом отделе. Для этого мы будем использовать группировку и агрегатную функцию «max». Нам нужно извлечь максимальную зарплату. Агрегатная функция «max». Применяем ее к столбцу «salary» – «зарплата». И давайте выведем столбец «department.id» – «идентификатор отдела». Данные извлекаем из таблицы «employee». При этом нам нужно сгруппировать данные «groupby» по столбцу «department.id», чтобы максимальная зарплата была найдена для каждого отдела. Вот результат. Мы видим, что результат логически правильный. В департаменте с идентификатором «1» максимальная зарплата 90 тысяч. В департаменте с идентификатором «2» максимальная зарплата 80 тысяч. Но мы должны найти не просто максимальную зарплату, а мы должны вывести название отдела и имя человека, который получает эту зарплату. Для того, чтобы этого добиться, нам необходимо объединить запрос, который получает максимальную зарплату, с данными из таблиц «department» и «employee». Давайте рассмотрим, как это можно сделать. Задача нетривиальная, поэтому писать такой запрос мы будем не сразу в командной строке «postgres», а в редакторе. Я люблю использовать редактор «atom» для таких целей. Давайте начнем писать запрос. Нам нужно извлечь данные «select». Пока не будем писать, какие именно столбцы мы хотим извлечь, давайте напишем ту часть, которая идет после «from» и которая должна содержать объединение наших таблиц с таблицей, которые мы создали на основе группировки. Начнем с первого шага и объединим таблицу, которая группирует данные, с таблицей «department», в которой содержится наименование отдела. Название таблицы «department». Давайте зададим для нее псевдоним «as a dim». «join». Объединяем таблицу. Сюда вставляем наш запрос, который ищет максимальную зарплату для каждого отдела. Копируем из «postgres». И давайте дадим этому запросу псевдоним «m». Еще нам полезно сделать следующую вещь – задать псевдоним для максимальной зарплаты. «zmax salary». Чтобы не писать каждый раз функцию агрегации «max». Итак, мы написали, что будем извлекать данные из двух таблиц. Первая таблица – это таблица «отделов». «department» – у нее псевдоним «d». А вторая таблица – это не готовая таблица, а SQL-запрос, который мы написали для того, чтобы найти максимальную зарплату в каждом отделе. И для этой таблицы мы задали псевдоним «m» от «max salary». Теперь давайте напишем условие объединения этих двух таблиц. «on.d.id» Идентификатор отдела в таблице «department» должен равняться идентификатору отдела в нашей таблице «m». Здесь идентификатор отдела называется «department.id». И теперь мы готовы написать, какие именно столбцы, из каких таблиц нам нужно извлечь. Из таблицы «d» – «department» мы извлечем название отдела, а из таблицы «m» извлечем столбец «max salary». Максимальная зарплата в этом отделе. Давайте скопируем этот запрос в Postgres и посмотрим, что у нас получится. Запускаем запрос. И мы видим, что максимальная зарплата выведена для каждого отдела. В отделе IT максимальная зарплата 90 тысяч, в отделе Sales – 80 тысяч. Ну а теперь давайте посмотрим, как должен выглядеть наш вывод, чтобы мы могли его отправить в лид-код. К названию отдела и максимальной зарплате нужно добавить еще имя сотрудника, который получает такую зарплату. Для того, чтобы этого добиться, нам нужно выполнить еще одно объединение. Мы уже рассматривали, как использовать SQL для того, чтобы объединять три таблицы. Пишем еще одно ключевое слово «join» и название таблицы, с которой хотим выполнить объединение. Таблица Employee, дадим ей псевдоним ASI и условие объединения «on». Зарплата в таблице Employee должна равняться максимальной зарплате в нашей таблице M, которая представляет собой запрос для поиска максимальной зарплаты с группировкой по отделам. И теперь добавим еще один столбец в раздел «select». Из таблицы с псевдонимом E, Employee, извлечем столбец «name» — имя сотрудника. Давайте вставим запрос в Postgres. Запускаем. Результат почти такой, как нам нужен. Отличие только в том, как называются столбцы. У нас два столбца «name» и столбец «max salary». А нужно, чтобы первый столбец назывался Department, второй — Employee, а третий столбец — Salary. Давайте напишем такой запрос. Для удобства столбцы перенесем на разные строки. И для каждого столбца напишем псевдоним. Имя отдела назовем Department. Имя сотрудника назовем Employee. И столбец с максимальной зарплатой в отделе назовем просто Salary. Зарплата. Давайте сначала попробуем запустить этот запрос в нашей локальной базе данных Postgres. И видим, что результат именно тот, который нам нужен. Данные идут не в том порядке, в котором они показаны в примере на LitCode. Но наше условие как раз содержит, что данные можно выводить в любом порядке. Так что проблем не должно быть. Давайте вставим наш запрос в LitCode, чтобы проверить, правильно он работает или нет. Сначала запускаем на выполнение. И мы можем видеть, что результат правильный. Давайте запустим на проверку. Нажимаем кнопку Submit. И мы видим, что результат выполнения на тех данных, которые у нас не были в примере, оказался неправильным. Ну, такое часто бывает, когда вы переходите с запросом на другие данные, которые отличаются от тех, с которыми вы готовили запрос, могут быть проблемы. Давайте посмотрим. Нажимаем на кнопку Dettles, и нам будет более подробно показано, а в чем же может быть наша проблема. И мы видим, что здесь в примере у нас всего лишь две строки в таблице. Есть сотрудник Joe, у которого зарплата 60 тысяч, он работает в отделе 1. И сотрудник Max, у которого зарплата также 60 тысяч, и он работает в отделе 2. Отдел 1 называется IT, отдел 2 называется HR. И правильный ответ очевиден из входных данных. Это Joe в отделе IT, у него зарплата 60 тысяч, и Max в отделе HR, у него зарплата также 60 тысяч. Но если мы посмотрим, что выдал наш запрос, то окажется, что он поместил Joe в отдел HR и в отдел IT, и Max также в отдел HR и в отдел IT. Почему так происходит? Если мы посмотрим на последнее условие объединения, то объединение выполняется просто по уровню зарплаты. Таким образом, когда мы добавляем имя сотрудника из таблицы Employers, мы смотрим, а какая же зарплата у этого сотрудника. Но при этом никак не учитываем отдел. В этом и заключается ошибка. Именно поэтому наши сотрудники с максимальной зарплатой попали в два отдела, в которых максимальная зарплата оказалась одинаковой. Такое вполне бывает. Давайте изменим наш запрос. Изменение достаточно простое. Мы можем написать его прямо на лид-коуд. Нам нужно добавить условия. Когда мы объединяем таблицу с данными о сотруднике, нам нужно учитывать не только зарплату, но и отдел, в котором он работает. Таблица с идентификатором Employees Department ID должно равняться M, также столбец Department ID. Таким образом, мы будем объединять данные о сотрудниках по зарплате и по идентификатору отдела. Поэтому, если у нас произойдет случай, что в двух отделах максимальная зарплата одинаковая, путаницы между этими отделами не произойдет. Нажимаем Submit. И результат правильный. Итак, в этом видео мы узнали, как объединять таблицы с запросами, которые содержат группировку. И вызов агрегатных функций. Ну и здесь пример запроса, который фактически объединяет три таблицы. Две из них являются настоящими таблицами. А вторая таблица представляет собой запрос, как раз с использованием группировки и агрегатных функций. И для этого запроса задан псевдоним. Таким образом, с точки зрения SQL, запрос выглядит как настоящая таблица. И мы его можем использовать в Join, как обычную таблицу. И еще один важный урок, который мы усвоили. Когда мы разрабатываем SQL-запрос, мы проверяем его на каких-то данных. Но не гарантируется, что наш SQL-запрос будет работать всегда правильно. На любых данных, которые окажутся в разных базах данных, в разных таблицах. В частности, LitCode дал нам хитрый пример на тестах, где максимальная зарплата в разных отделах оказалась совпадающей. И в таких условиях наш запрос сработал неправильно. Поэтому, когда разрабатываете SQL-запросы, проверяйте их на как можно большем количестве данных. В том числе проверяйте такие граничные случаи, как в нашем примере, где максимальная зарплата в разных отделах может совпадать. На этом практическое занятие закончилось. Спасибо, что смотрели. До свидания.